С 1966 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета от 8 мая 1965 года Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём. В настоящее время 8 марта отмечается и является нерабочим праздничным днём во всех странах бывшего Советского Союза, за исключением стран Прибалтики. В Китае предусмотрен укороченный рабочий день только для женщин. Празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов. Это основной и самый важный подарок в наступающий праздник. Уже сегодня все города России превратились в цветущую оранжерею. С самого раннего утра продавцы ждут своих покупателей. Сегодня мужчины активизируются достаточно рано утром. Только солнышко встало, а они уже за цветочками своим любимым женщинам. Купить можно гиацинты, фрезии, ирисы, розы и многие другие. Также можно сделать целый микс из цветов и подарить оригинальный букет. Другими словами, огромный размах для мужской фантазии. Самые популярные цветы – это мимоза и тюльпаны. Подкупают они не только красотой, но и своей ценой. Цветы с Абхазии. С самой Абхазии утром уже пользуются спросом. Уже много людей покупают. Куст мимозы – один из самых ранних цветов. Произрастают они на юге в теплом климате. Этот цветок покоряет ароматом и пышностью. На прилавках его цена начинается со 100 рублей. Тюльпаны уже давно стали классикой в выборе подарка на 8 марта. Из них можно собрать как монобукет, так и микс из разных оттенков. Ведь все расцветки этих цветов отлично гармонируют между собой. Следует помнить, что тюльпан – капризный цветок. И не с каждым уживется в одном букете. Сегодняшняя цена – от 250 рублей за букет из трех штук. Наверное, и мои, и, как многие здесь другие, в большей степени все-таки Воронежская область. Наши фермеры и наши мужчины готовились, вырастили, чтобы порадовать наших женщин. Несмотря на рабочий день, уже многие мужчины выкроили свободное время, чтобы купить понравившийся букетик. Поздравляю всех женщин Воронежа, Воронежской области с наступающим 8 марта. Желаю им счастья, здоровья, любви и побольше цветов. Поздравляю женщин с 8 марта. Желаю им крепкого здоровья, успехов в труде и любви. Поздравляю всех женщин России, Воронежской области, и маленьких, и молоденьких, и почтенного возраста с праздником. Желаю прекрасного настроения весеннего, несмотря на погоду, чтобы все вас в жизни радовало. Счастья, здоровья, удачи. Не осталась в стороне и мужская команда редакции 41-го телеканала. Позвольте вас поздравить от души с днем женским, хрупким, светлым, милым. Для вас пусть счастье время не спешит, а да прибудет с вами, даст вам силы. Пускай купают чаще в доброте, в цветах, тепле, заботе и томлении. Всегда здоровья пусть на высоте, и прочь печаль, тревога и сомнения. Да здравствует весенник трели и звон, и в жизни радости пресветлой постоянства. Для вас пусть властвует всегда один закон любви, счастливо-нежной постоянства. Дорогие наши женщины, пусть и этот день, и многие-многие другие дни будут для вас счастливыми, радостными, добрыми, приносящими свет и тепло, и будьте любимыми, будьте хранимыми, и будьте счастливы. Уважаемые женщины, дорогие наши любимые, поздравляем вас с наступающим 8 марта. Желаем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал Воронеж.